Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем первое прохождение Crusader Kings 3 на нашем канале. В прошлой серии мы хотели завоевать Хазарию, но неожиданно напали северяне со своими сателлитами, и нам пришлось потратить несколько лет, чтобы их победить. За кадром я сделал всю рутинную работу, всех переженил, обратил несколько вассалов в нашу веру, закрыл все дыры в нашем государстве. Помните, у нас вот здесь вот было одно государство, вот здесь такое продолговатое, и еще где-то вот здесь вот на границе. Я их со своей тактикой быстрого удара забрал все территории. Конечно же, пытался накопить некоторое количество денег, но, как вы видите, ничего из этого не получилось, потому что все деньги я вкладывал в нашу экономику. Я все достроил до второго уровня, дальше у нас уже инновации не позволяют ничего строить, а также в наших деревнях, смотрите, я построил все, что только можно, вот только в Гавриловом. Еще нужно будет построить пастбищные земли, но для этого я, кстати, давайте прямо сейчас, для этого я накапливаю деньги, а также деньги нам будут нужны для дальнейших войн. Кстати, так как мы накопили огромное количество престижа, я решил их потратить и сделал дополнительную традицию для нашей никодимовской культуры, которая называется «Верные подданные». Что меня здесь больше всего привлекло, это то, что все персонажи никодимской культуры получают мнение о сюзерине плюс 10, а также все никодимовские графства получают народное мнение плюс 5. Давайте посмотрим, смотрите, как развилась наша религия у Конска, а теперь посмотрим нашу никодимовскую культуру, она тоже занимает значительную территорию, она сейчас поглощает, вот смотрите, русских, мордвинских скоро поглотит, и дальше мы пойдем вот сюда, вот на Пермяков, а самое главное, нам нужно вот эти все литовские и польские земли тоже обратить в никодимовскую культуру, чем мы, наверное, сегодня и будем заниматься. Правда, у меня персонаж уже довольно старенький, 65 лет, он в детстве у нас болел, очень много было стресса, и сейчас у него, кстати, стресса немало, уже одна единица, плодовитость снижена, стресс 144, так что, гляди того, он у нас скоро умрет. Поэтому давайте решим самую главную проблему, а именно проблему с наследованием. Смотрите, у нас очень много детей, все эти дети хотят править нашим государством, и если мы прямо сейчас кинем кони, то тогда они разорвут всю нашу великую Россию на маленькие лоскуты и будут править каждый в своем уголке. Я этого, конечно, как мудрый король допустить не могу, и здесь мы можем сделать следующее. Можем, как и раньше, спокойно отлучить всех, вот так вот лишить наследства. У нас огромное количество как признания, огромное количество престижа, мы можем это все сделать, и мы так уже делали в предыдущих сериях. Но я решил попробовать новую технологию. Так как мы перешли в феодализм, то теперь нам доступны некоторые решения для наших территорий. Смотрите, мы можем добавить закон для, например, царства России. Здесь есть разные типы выборов, остальные нам вот недоступны, саксонские, скандинавские, та, ни, стри, все это пока что мы не изучили. Но так как мы феодалы, у нас доступны феодальные выборы. Поэтому принимаем закон для всего вот этого государства России, и смотрите, у нас сейчас будут проходить выборы, и мы можем предложить, кого мы выберем нашим наследникам. Я решил взять самого маленького, нашего самого принца Пурыши, и его тогда мы выдвигаем в кандидаты. Итак, наш новый наследник-игрок, сын Пурыши из России, готов, и теперь он у нас будет в линии наследования. Но мы не решили проблему. Мы просто поменяли местами наших сыновей, сделав его самым главным. Нам нужно сделать так, чтобы вот этот наш Пурыша оставил себе все земли, а другие наши сыновья ничего не получили. Поэтому давайте сделаем то же самое и в графстве Волгу-Урал. Добавляем этот новый феодальный закон. Хорошо, что мы накопили такое огромное количество престижа. И здесь нам сразу же говорит, что нам нужно будет выбрать опять нашего наследника Пурыши. Смотрите, у нас там один сократился, стало на одного меньше. Так что все вот эти вот огромные территории тоже будут принадлежать Пурыши. Теперь мы еще владеем титулом Балтийской империи. Тоже добавляем закон, феодальные выборы. Мы принимаем его. И сейчас мы проведем с вами дополнительные выборы для того, чтобы опять же предложить на пост кандидата Пурыши. Почему сейчас так легко его все принимают, друзья? Да просто потому, что я, во-первых, очень могущественный король. У меня огромное количество престижа, у меня огромное количество благочестия и признания. И поэтому все сейчас слушаются меня. К тому же, как вы видели, все могущественные вассалы нас просто обожают на 100%. Поэтому они, конечно же, полностью согласны. Но мы опять же не решили полностью всю проблему наследования. У нас остается вот старший сын, который хочет забрать себе еще и титул Каспии. Почему так случилось? Да потому, что у нас нету титула Хазарских земель. Для этого нам еще понадобится 7 графс де юри завоевать. И тогда бы мы то же самое сделали и передали бы нашему Пурыши. Как же поступить, друзья? Ну, пока выход только один. Пока мы можем взять только вот это вот королевство Каспий и сделать здесь временно закон. Потом его, кстати, можно будет убрать. Да, это, конечно, не империя, это всего лишь королевство. Но нам безвыходная ситуация. Поэтому принимаем тоже этот закон. И сейчас у нас будет выдвинут следующий преемник. И опять выдвигаем Пурыши. Все, смотрите. У нас здесь выборные специальные титулы с особым законом наследования. Это царство России, Волга-Урал, Балтийская империя и вот это вот маленькое королевство Каспий. Также из маленьких королевств я хочу показать, у нас еще есть Запорожье. И, в принципе, мы его даже можем создать, этот титул. Но нам нужно 500 золотых. А у нас сейчас, дай боже, только 77. Поэтому нам нужно будет, скорее всего и лучше всего, взять всю Хазарию. Как я вам только что показал, здесь нужно 7 мелких графств заиметь. Понт очень силен. С Понтом мы не справимся, друзья. Поэтому тут придется как-то по кусочкам, наверное, отрывать. Отрывать у него. Давайте сразу же объявляем войну. Посмотрим, что мы можем у него забрать. Итак, королевство мы, конечно же, не потянем. Графства будет слишком мало. Поэтому берем войну за герцогство и смотрим. Вот Хазарские земли можем отвоевать. Азовские земли тоже можем забрать себе. Алани, вот эти вот две территории. Они, кстати, разделяются раз, два. Нет, они все поодиночке. Вот здесь вот раз, два, три отдельно. И здесь у нас по одной. Но также мы можем взять себе Крым. А Крым состоит из раз, два, три территории. И он очень хорошо защищен. Смотрите, с этой стороны мы будем всего лишь через один перешейк переходить. Мы можем здесь армию поставить. То же самое мы можем сделать вот с Керченским проливом. Тоже поставив здесь армию, мы сможем спокойно отбиться от могущественных врагов. Да, кажется, что он все-таки нам уступает. Причем чуть ли не в два раза. Но у него есть мощные союзники, которые нас просто могут смести. Поэтому давайте, друзья, объявляем войну. И сейчас опять же попробуем нашей тактикой быстрой победы завоевать все вот эти вот города и села. Итак, давай сделаем. Сразу пойдем сюда. У нас будет первое. Ускоряемся на четверку и смотрим, какие у нас пока что проблемы. Итак, когда вассал умрет, но он там должен у нас родить детей. Артефакты обладают низкой прочностью. Вы можете призвать своего союзника. Кстати, это хорошая идея. Давайте мы его призовем, чтобы он у нас согласен. Более того, на всякий случай я еще призову сюда Орден Небеса. Вот так вот его сделаем, чтобы он сразу же пошел у нас. Давайте даже вот сюда пойдем. Отлично. Согласился наш могущественный вассал, наш друг, для того, чтобы поддержать эту нашу войну. Все. Начали мы с вами, друзья, наступать. Я тогда вот эту армию поделю. Давайте пополам. Возьму те, кто не имеет никаких анагров. И пойдем вот сюда вот в горы. Это Херсонес, как я понимаю. Да. Итого, друзья, давай ты здесь вот останавливайся. Немедленно проводите. Какой-то граф прибывает к нашему двору. Так, у нас почему-то здесь нет командира. Назначаем вот этого на 32. Родилось дитё моей династии. И уровень величия нашего двора был повышен. Давайте разберемся, какие войска чем у нас будут сейчас заниматься. Первый захватывает город. Второй хранитель небеса у нас пойдут назад, я предлагаю. А эти у нас будут захватывать вот южные территории. И потом нам нужно будет встать вот здесь, потому что наверняка они будут наступать через Керченский пролив. Потому что вот у них вот это вот государство, понт, оно идёт вот таким вот образом. Кстати, они могут, наверное, и переплыть через реку. Через вот это вот Чёрное море. Посмотрим, друзья, что из этого получится. Немножко мы вот потеряли наступательный темп. Но, в общем, и деньги мы, кстати, теряем. Но, в общем, у нас всё идёт очень даже неплохо. Смотрите, здесь мы отбиваем город. Здесь у нас будет стоять 8 месяцев. А в Херсонесе 7 месяцев. Хорошо. Итак, первую территорию мы с вами забрали. Сразу 14%. Давай сразу попробуем наступать вот на этот город. Заберём ещё и город Керчь. А потом... Вот, они пошли. Нет, конечно же, Керчь нам брать нельзя. Нам нужно будет остановиться и подмогу либо этой армии, либо этой армии дать. Давайте мы пойдём вот сюда. И, скорее всего, здесь нужно будет отступить. Итак, просить об отпущении грехов. 100 золотых. Прям совсем вовремя у нас полоски. Они куда-то поплыли завоёвывать нашу территорию. Смотрите, здесь Великая Грузия завоёвывает. А, знаете, что произошло? Мне кажется, что против вот этих понтов воюет одновременно и Грузия. Мы сейчас можем посмотреть. Давайте. Так, Грузия воюет. Мы воюем. Действительно. Так что нам грузины вполне возможно помогут. Мы не лезем на их территории. Они не лезут на нашу территорию. Но они решили разделиться. Что самое интересное. Так как у них, видите, помощники. Вот эти вот белые непонятные львы. И стоящие красные львы. Которых я пока что не вижу на карте. Ладно, давайте все вот эти вот территории забираем. Еще об отпущении грехов. Ну, слушайте. Нам прям вроде бы как даже и везет. Они начали отступление. Здесь мы город сейчас заберем. Керчь через 4 месяца тоже будет под нашим контролем. И нужно будет по кускам разбивать вот эти вот мелкие армии. Так, они все-таки решили у нас наступать. Я предлагаю начать отступление вот к этому городу. Иначе они нас просто-напросто перехватят. И будет все очень... Вот, да. Как раз будет все очень-очень плохо. Так, мы успели отступить. Здесь у нас готов город. Ну, а теперь собираемся все, друзья, в единый кулак. Даже не так, а вот сюда. Идем. И нам нужно будет сейчас разбить вражескую армию. Так, увеличить налоги с крестьян. Военные расходы. Первостепенные важности. Вы получили эффективное снабжение армии на несколько лет. Хорошо. Давай сюда не получится. А вот сюда, если мы ударим, то тогда мы перехватим их армию. Заодно заберем отсюда Керчь. Нам главное не терять вот этот вот наступательный темп. И давай вот жители небес мы отправим в Херсонес. Главное, чтобы они у нас отдельную какую-то маленькую армию сюда не отправили. Ну все. Мы забрали вроде бы как весь Крым. 24%. Почему-то очень мало. Величие нашего двора понижен. А они сразу сообразили, друзья. Они сразу сообразили, что делать. И сейчас разгромят наших вот этих вот небесных всадников. Как же нам сделать? Можно попытаться. 19. Да. Наверное, давай попытаемся вот нашу эту армию прислать на подмогу. Если, конечно, они успеют. Так. Разворачиваемся. И сейчас будет бой, который мы вполне возможно... Смотрите. Да. Нормально. Давайте собираемся все, наверное, вот в этой вот точке. И пойдем громить вражескую армию. Они собрались вместе. 15 и 20 мы, конечно же, не вытянем. Остается надеяться лишь на то, что они отойдут куда-нибудь вдаль. И не смогут собраться вместе. Давайте начинаем наступать. Сейчас наше основное войско подойдет. Я не посмотрел. Здесь у нас что такое? Статус-кво они предложили. То есть они не хотят воевать. Но мы пока что держимся до тех пор, пока не придет у них основное войско. Пока все идет... Нет. Очень плохо. Вот у них еще идет армия. Огромные довольно-таки. Здесь статус-кво. Я не хочу принимать, потому что вроде бы как мы не проигрываем. Все, друзья. Мы разбили полностью вражескую армию. Я думаю, сейчас 50% будет как минимум. Да, 49% отлично. Ну, а теперь... А теперь можно даже, я думаю, разделяться. Хранители небес слишком слабые. Вот сюда отправим первую армию. Без анаграф. Заберем здесь и будем стоять, не дав врагу распространиться по нашим территориям. Смотрите. Это какие-то новые войска пришли. А где наши друзья? Должны у нас... Давайте посмотрим, кто нам помогает. Нам Пи помогает. Нужно будет посмотреть, где они в данный момент... Вот они в данный момент находятся. Итак, у нас кто-то умер. Вакантное место в Совете. Канцлер. С ним что-то случилось. Можно будет прочитать. Он просто умер от старости. У нас есть всего лишь на 13. И никого лучше нету. Хорошо. Далее. Об отпущении грехов. 100. Деньги нам сейчас будут очень нужны. Чтобы, не дай бог, не начались какие-нибудь восстания. Мы с вами стоим, ждем. Вот здесь вот в город забираем. А здесь мы можем ускорить. Но я не хочу, потому что у нас и так уже сильно поистрепалась наша армия. Иначе мы не справимся. И еще у нас остается 500 в запасе, который мы можем вызвать на нашу территорию. Ну ладно, давай, пока все идет вроде бы хорошо. Не будем ни туда, ни сюда убегать. Просто будем стоять вот здесь. И у нас, если что, помогут войска наших друзей. Давай попробуем спугнуть. Да, это какие-то не наши войска у нас здесь. Мы сейчас тогда убиваем в Керчи. Все готово. И будет плюс еще одна победа в районе 60. А когда захватим город, будет где-нибудь 80. И придется просто ждать. Я буду носить его до самой смерти. Мы получим прозвище Древесный, Вечность. Кунава получает свойство Вечность. Что ни в коем случае. Ну давайте, любимый Локон, моя царица, там подарила мне подарок. Хорошо, давай, теперь нас называют Древесный. У нас еще кто-то погиб. Минуточку, у нас Тайный Советник куда-то делся. Обязательно его... Ну придется вот этого назначить, потому что у нас только нужны могущественные вассалы. А могущественных вассалов у нас не так уж и много осталось. Все, мы отбили с вами последнюю территорию. Объединяем все наши войска вот сюда. И посмотрим сколько процентов. 63. Это действительно что-то очень мало. Но у нас вот 64. У нас теперь автоматически будут прибавляться цифры. Нам просто нужно стоять. Ну и может быть нужно помочь вот нашим союзникам. Давайте всех тогда объединяем. Просите об отпущении грехов. Прям совсем вовремя. 100 единиц мы не в сильном большом минусе. Иначе у нас тут начнутся восстания и прочее. Нам сейчас раз, два, три территории. И еще потом 4. Раз, два, три. И вот по одиночке будем тогда забирать. Вот эту территорию мы тогда заберем себе. Ну что ж, просто стоим ждем. Когда на нас будут нападать. Можно будет еще вот в Абхазию сходить. А можно попытаться вот помочь нашим друзьям. А почему они решили отступать, не совсем понятно. Давай мы на их территорию встаем. Через 38 дней у нас почему-то нет тяжелых орудий. А где они у нас? А у нас они непонятно. Куда-то у нас анагра подевались. Вы можете открыть новые свойства жизнеуправления. Давайте решим. Честь служить. Вклад, налоги с вассалов плюс 20%. И ополчение тоже плюс 20%. Хорошо. Мы тогда пойдем в администратора. Очень полезный, между прочим, этот перк. Мы его себе заберем. Итак, вот смотрите. Они опять сплотили армию. И начали наступать на Херсонес. Следовательно, нам сейчас нужно будет собрать армейский кулак. 5, 5, 10, 13. Нет, у них, конечно же, гораздо больше. Мы не сможем никак ничего тут противопоставить. 83%. Нам нужно сделать следующее, друзья. Нам нужно вот здесь вот накопить, ну, хотя бы по 9. Сейчас ждем 6,5, 3,4. Просто стоим ждем. У нас почему-то армия, видимо, очень много здесь в регионе припасов нужно будет. Поэтому придется разделить. Давайте вот эту вот армию на 6,000 мы отступим сюда. Главное, чтобы они не пошли на наступление на нас. И чтобы они не стали... Так, они начали отвоевывать города. Поэтому давай пусть они будут за нами гнаться. Немедленно проводить какого-то нового рыцаря к нам. Главное, чтобы вот сейчас... Так, минутку, друзья. Погнали обратно. 26. А почему так мало? У нас есть на 35, между прочим. Здесь еще кто? Здесь уже в бою. Здесь у нас тоже в бою. И здесь на 35 мы с вами поставили нового командира. Да, скорее всего, здесь они просто тупо не успеют. И битва будет закончена. Но если мы сейчас успеем... Ну, давай побыстрее. Вот самый минимум остался. Нет, 23. Этот бой мы с вами проиграли. Стало 63. Ну, в принципе, ничего страшного. Граф Тюша поможет мне. Перед ним долгу. Мы получим деньги. Так, все. Тут дальше я читать не буду. Деньги сейчас для нас это просто самое главное. Хорошо. Отбились мы от этого войска. Сильно его ослабили. Я потихонечку уйду. Потеряем 35 стресса. И нас больше он не одолевает. Видимо, у нас вот из-за этих вот военных потерь был какой-то стресс. Калайнин, черт побери. У тебя совсем стыда нет. Взять его. Итак, мы с вами отступаем опять на нашу территорию. Непонятно. Они начали 18. Где-то 22. То есть нам сейчас придется долго-долго накапливать войска. И все вместе. Поехали вот так вот. Где-то нужно около 20 накопить для того, чтобы... Ага, отвоевали они 28. Это плохо, друзья. И у нас опять вакантное место в Совете. Управляющий умер. На 9 у нас есть только. Могущественный вассал. Нас опять охватывает стресс из-за того, что якобы умирают наши друзья. Давайте пойдем вот сюда вот в точку сбора. Почему-то не хочет у нас войска ходить. И 727 мы тогда делаем собрать все армии вот сюда вот дополнительно. Объединим тогда наши войска. Может быть они клюнут? Смотрите, они клюнули. Они пошли... Нет, они не стали наступать. С 700 объединяемся. И у нас есть статус-кво. Нет, я не хочу. Отпущение грехов. Плюс 100. Мы выходим в плюс, друзья. Несмотря на то, что мы воюем, мы все равно пока что в солидном таком, я бы даже сказал, плюсе. Объединяемся. 14 тысяч против 21. Нет, конечно же, не получится. Придется разделить наши войска. И встать в разных городах. Смотрите. Они пошли на север наступать. Но пока что они отбивают город за городом. Нам нужно будет накопить вот здесь вот что-нибудь в районе 20. Больше не хранитель древностей. Хорошо. Давай мы обязательно назначим хранителя древности. Ваш придворный 17. Средняя пригодность. Подойдет. На данный момент подойдет. Да, обидно. Мы очень много отвоевали. Доступно придворное событие. Негодование при дворе. Да бросьте. Почему эта дурочка кельниса все время что-то получает, а я нет. Да бросьте. Вы становитесь близок к соперничеству с Анголик. Ты кто такая? И ты кто такая? Ваш придворный Анголик. Не знаю откуда она взялась. Бесстрашная жадина. Вы правы. Действительно заслуживаете должность. Анголик получает мнение. А принцесса Кришта. Злодейка. Вместе за Никодимыча. У ней есть претензии. Но в принципе вот это нам гораздо лучше. Чем какая-то безродная девка. Продолжайте шутить в том же духе и я сделаю из вас шута. Смотрите придворный шут он становится. Ну мне все они не нравятся. Давайте лучше вот так вот добросьте. И следующее при дворе у нас решение. Изгой при дворе. Ширин не вызывает во мне такого уж вращения. Относится к суровому непониманию. Тию адепта. Нечестивые веры. То есть кто-то у нас с нечестивой верой. Вот ты у нас чем? Тенгрианство. Хочешь ли ты принять обращение? Да она у нас на 17%. Не мне судить. Вы потратите величие двора. Дальше покайся. И наверное она у нас одновременно. Сейчас сразу два события у нас стакнут. И она у нас сразу же примет у конуска. Все друзья. Сейчас накапливаем. Ну хотя бы. О все они уехали. Вот это было интересно. Давай пошли сюда. Здесь у нас доступно решение устроить прием. Нам придется устраивать прием. Потому что от нас это не отвяжется. Подзовите первого. Спасибо. Мне кто-нибудь пригодится. Таинственная книга. Невероятно. Подзовите ко мне. С вероятностью 46%. Увеличивается ученость. Не у нас. Кому я сделаю до книг? Ну давайте. Мы получим таинственную книгу. Я найму этого вашего шута. То есть нужно посмеяться. Дают хорошего шута. Но граф Кошель теряет мнение о нас. Далее пошли. Малый теряет мнение о нас. А кто-то получает придворный шут. Здесь тоже все плохо. На рынке 20%. Все еще хуже. И малый теряет 20 миллионов. Давайте посмотрим кто из них кто. Этот граф Малый из Гастыни. А здесь у нас Кораболам. Владеет тоже территориями. Любят нас они оба. Но Кошель лучше бы любил нас немножко побольше. А Давыд кто такой? Давайте посмотрим. Это какой-то третий персонаж. Он просто странствует. Просто приколист какой-то. Ну давайте нанимаем его. И теперь позвольте мне представиться. Мой господин Яфедор. Богатый торговец из столицы. Хорошо. Теперь Волок Ямской принадлежит тебе. Нет. Мы не будем разбрасываться территориями. Он хочет за деньги купить у нас титул баронства Волок Лямский. Нет конечно. Задается мне что ты можешь предложить мне и побольше. 100% что мы потратим коронки. Он заплатит нам 250 золота. И все-таки заберет этот. Я тоже не хочу. Мне не нужно твое золото. Вали короче отсюда. Все территории будут только лишь принадлежать нам. И у нас пока что есть небольшой плюс. Все друзья. Пойдемте. Пока мы идем по территориям. И вон еще наша подмога тут пошла. Мы. Опа. Аккуратно. Мы сможем сразиться вот в этой вот точке. Пока они отошли основными войсками. Да. Слушайте как хорошо. Они сразу все поняли. Они поняли что сейчас они будут проигрывать. Поэтому мы ударим вот в этой точке. И главное. Ох ты. Как у нас разрозненные как войска то получились. Давай назад уходим. Идем на подмогу. Но здесь мы наверное успеем. Я очень надеюсь что мы сейчас вот подошли наши союзники. А сейчас подошли и мы. Так. Это мы разгромили. Мы договоримся со старшим каменщиком. Давай на паузе посмотрим. Здесь у нас дружественные каменщики. Тоже дружественные каменщики. 45%. Мы потеряем золото. Которого у нас нету. Крестьянский труд. Либо 45%. Да. Мы теряем огромное количество денег. И это ужасно. Ну давай попробуем вот так. И что из этого у нас получилось друзья. Мы смотрим. Ничего у нас не получилось. Там какие-то войска у нас были разгромлены. Вряд ли мне получится провести переговоры лучше. И смотрите. И в долги не залезли. То есть у нас даже здесь. Здесь мы с вами что-то удачно сделали. Так. Пока что все победы. 37%. Нам остается сейчас друзья всего лишь разгромить вот эту армию. Сейчас мы ее перехватываем. И все. По сути. А дальше только завоевываем города. Так. Подошла подмога. Сколько мне еще ждать? Мы получили свойства немощь. И мы находимся при смерти. Давайте я лучше долгие прогулки от себя. Либо пойду в бордель. Вот сюда мы с вами уходим. Но это уже опасная ситуация. Давайте еще раз проверим. Что с наследованием у нас проблем вроде бы как нету. Домен мы откуда-то взяли еще один. Вполне возможно что у нас жена. Нет. Жена у нас правит. И нам нужно дальше продолжать распространять нашу укануска. Смотрите друзья. У нас везде теперь наша религия. Вот эту вот территорию. Про которую я говорил в начале нашей серии. Я только-только завоевал. Давайте мы это тангрианство на корню. Изыдем из Великой России. И по три года у нас будет здесь контроль. А также развитие в графстве. Графство Ярославль мы с вами улучшаем. Так. Денег у нас совсем нету. Еще плюс один домен у нас какой-то появился. А мы с вами продолжаем друзья битву за Крым. Но пока вроде бы все идет. Вот несмотря на один проигрыш. Не запланированный. Мы умерли. Вот это вот все совсем плохо. Давай тогда поставим на паузу. Продолжите игру за персонажа Верховный Шаман. Никодимыч теперь стал главным правителем. Ну что ж. Поехали по порядку. Сначала выберем образ жизни. У него было управление. Он в военную выгоду шел. В домен шел. Нам нужно будет идти в верность наших подданных. Конечно же. Вот сюда вот пойдем. Потом вот сюда тоже пойдем. Хранитель больше не под нашим контролем. То есть небеса больше нам не подчиняются. Они не смогут нам больше помогать. Давай я тогда выбираю здесь богатство. Все. Первый вопрос решено. Второе. В совете. Совсем у нас все очень плохо. Ну что ж. Начнем наверное мы друзья с ноиды. 27. 12. Да. Вот этот ноиды будет лучше всех. Берем только лишь могущественных вассалов. Даже если у нас будет все очень и очень плохо. Устроить прием доступно решение. Сейчас сделаем. Теперь очень важен тайный советник. 11. Да. Тайных советников у нас лучше нет. Хорошо. Потом очень важен конечно же управляющий. На 10 у нас максимум. Придется его. Далее канцлер тоже на 10. Ну и военные как уж получится. На 16 военных всегда очень много. Смотрите. Они все нас любят. Так что проблем быть не должно. Решение устроить прием. Предложить преемника. А как теперь распределилось у нас интересное наследование. Если мы все вот эти вот княжества и империи мы распределили теперь по голосованиям. У нас будет вообще даже. У нас есть сыновья и дочеря. Есть у нас принц Роман. Дальше принц Родослав. А также принц Федот. Федот да не тот. Совсем малыш двухлетний родился. Мы наверное его и будем тогда форсить. У кого какие плюсы. Ох ты. Очаровашка. Геракл. Совсем хороший. Да. Вот этот вот хороший преемник. У них разница 5, 4, 2. Ну в принципе 3 года. Это ничего не решает. Здесь он тоже Геракл. Тоже очаровашка. Но можно будет выбрать и вот этого. А следующий. Просто Геракл. Он пока только-только родился. И ничего не получил. Поэтому давайте мы выберем образ жизни. Наверное все-таки ученость. Лучше всего малышам выбирать для начала ученость. Здесь ты тоже выбирай. Наверное все сначала пойдут у нас в фокус учености. А тут наверное уже я так предлагаю выбрал. Нет не выбрал. Тоже пусть учатся. И тогда мы лично сейчас будем учить нашего младшего сына. И так дать ребенку образование. Мы лично ему предложим обучение. Все. Его тогда мы направим на наш будущий трон. А пока смотрите тут по выборам. Я не буду. Ну нам сколько лет? Вообще 24 года. Я не буду пока никаких выборов делать. Потому что еще и эти могут умереть. Да и вот нам умирать кстати нельзя. Вот эти могут умереть. Они вон какие старцы. Там по 40 лет. По 50-60 лет. Все может измениться в нашем королевстве. Поэтому мы не будем бежать впереди паровоза. А для начала пойдемте устроим еще один прием. И нам нужно будет заканчивать Крымскую войну. Подзовите первого. Что вы хотите. Королева мой вассал рвется, чтобы услышать ее обращение. Верховный шаман не пристал великому дому Рюрикович жить с угрозой лишения титула. Словно жалким бароном или арендатором. Новгород может рассчитывать на прикосновенность. Королеве Агафье. Вассальный договор. Лишение титула невозможно. Она получает мнение о нашем персонаже. Говорят у вас неплохая коллекция. То есть 53 процента. Что она нам дашь шкатулку для драгоценности русского народа. Привилегии требуют жертв. 60 процентов. Что она теряет мнение о нас. Только Новгород, если не изменит границ. 50 на 50. Что она согласится. В обмен на еще большее обязательство. Вассальный договор. Получит лишение титула. И увеличивается феодальное ополчение. Разве этого недостаточно? Ну смотрите. Мне понравилось на самом деле вот это предпоследнее. Ну и в принципе мне понравилось первое. Наверное здесь было бы даже лучше. Вассальный договор. Получит лишение титула. Невозможно увеличится ее феодальное ополчение перед нашим персонажем. Да, давайте. Хоть что-то с нее поимеем. Выборы в городе Кашин пройдут досрочно. Выступает вперед торговец и говорит. Да-да, господин. Я Всеволод. Посланец недовольных торговцев из города Кашин. Тверь владеет многими городами. Это истинная жемчужина. У нас есть мэр Ульяна. Так вот она мешает торговать. И действует вопреки интересам нашего города. Мы смиренно просим вас. Замените ее кем-нибудь другим. Вот это вот интересно. Давай посмотрим, кто такая мэр Ульяна. Действительно, она наш вассал. Она владеет Кашиным. А что, если мы ее вот посмотрим? Насколько она у нас тупа? Да нет, хорошее паломничество. Жадность, правда, есть. Ну, вроде бы нормальная она. Выборы в Кашине пройдут досрочно. Свержение строна теряет 40 мнений о нас. Графство получит на плюс 50 ненавязчивая администрация. Это что-то очень плохое. Я помню. Давайте мы ее не будем. Да, мнение вассалов. Республик минус 10%. Ну, не так уж и страшно. Хорошо, значит, ты теперь мэр. Да кто ты вообще такой? Странствующий, непонятно, из дома Бакуниных. Нет. Что скажет Ульяна? Ульяна скажет, что мы получим 280 золотых. Деньги нам как раз нужны, теряет мнение о нашем персонаже. И она представляет доказательства. Корона компенсирует убытки городских торговцев. Мы потеряем золото, получит 10 мнений Ульяна о нас. И компенсация для торговцев будет на 15 лет. А что это дает? А это дает нам, друзья, мы не можем посмотреть, почему-то не выбирается. Прирост развития и народное мнение. Вот это вот очень хорошо. Кроме того, что мы отдадим кучу бабла. И все, Влад, ну, последние сразу не рассматриваем. Поэтому давайте выбирать, друзья. Здесь, конечно, нет. Здесь, я думаю, что тоже нет. Что скажет Ульяна? Мы получим 280 золотых. Скорость снижается. Тоже нет. Значит, методным исключением выбираем только этот пункт. Далее. Король Валуй смело выступает вперед. Трата времени на объяснение. Я готов забыть все обиды. Но если вы согласитесь, присмотреть мои обязательства перед престолом. Ходит случай, что он переманивает моих вассалов. Хорошо, скрепя сердце, я соглашаюсь. Мы потратим 10 величия двора. Он освободится от части обязательств. Размеры подати и ополчения будут снижены на одну ступень. И он не может выступать во фракции 10-5 лет всего лишь. И фракция сепаратистов будет у нас распущена. Ты и впрямь устроил заговор против меня. Здесь у нас будет стресс. Фракция сепаратистов 60% получит 15 недовольства. Плохо. Здесь мы получим коронки. А что у нас? Коронки все сбросились. Жалко, что коронки нельзя передавать от отцу к сыну. И опасную игру ты затеваешь. Сепаратистов получит 5 недовольства. Мы потратим 150 коронок. Ну, слушайте. Здесь 80 стресса. Это сразу отметается. Здесь, в принципе, 40 стресса. 60% что получит 15 недовольства. Тоже отметается. Далее. Заключаете в темницу его. Это проявление тирании. И все нас будут ненавидеть. Мы получим ужас. Скрипя сердце, я соглашаюсь. Ну, давайте рискнем. Попробуем вот такой вот вариант. Может быть, как-нибудь допрокатит. Наша главная задача в данный момент, это, друзья, закончить вот эту войну. Давай, пошли вот завоевываем этот город. Новый уровень величия нашего двора повышен. Выборы мы пока что делать не будем. Там имеются претензии. А наши друзья пошли захватывать другие города. Все. Сейчас мы по-быстрому заберем здесь. Накопим некоторое количество войск. Моя придворная родила дочку. А здесь всего лишь 3 тысячи и 4. 7 тысяч. У нас уже есть войска для того, чтобы их разгромить. Так, опасная фракция сепаратистов все-таки собралась. Есть 6 членов, с которыми нужно будет как-то взаимодействовать. Ты недоволен чем? Недолгое правление минус 15. Да, у нас же теперь новый король. Поэтому нужно будет ему выбирать специальные артефакты. Для того, чтобы длительность короткого правления 20%. Здесь у нас что? Мнине вассалов нужно. Маленький бонус к учености. По сути, с дото здоровья у нас есть бонус. Оставляем, друзья. Престиж и соблазнение нужно. Ученость к учености. Давайте вот эту штуку мы с вами заменим на Владимир и топор. Длительность короткого правления минус 4%. В данный момент это будет наиболее выгодно. А здесь нам придется решать их проблемы. Вот смотрите, 20% в нос его хочет графство Вельск. Давай посмотрим, где это графство Вельск. И отдадим ему, наверное. Что ж, раз он просит. Итак, передаем ему вассало. И все согласны. Самое главное. Все. Он как минимум один у нас ушел. Из вот этих заговорческих структур. Плюс 25. Далее. Да, все, он ушел у нас. Следующий у нас минус 5%. Небольшой долг. Заносчивость. Недолгое правление. То есть, в принципе, он согласен на все. Здесь у нас высокие налоги. Минус 15%. Давайте посмотрим его вассальский договор. Изменить. Да, мы когда-то поднимали. И он нас недолюбливает на 15%. Пока что поставим вот так. Изменяем вассальный договор. Убираем минус 15%. Решено. Здесь. Недолгое правление. Законный сюзерин. Терпимость культур. Заносчивость. Небольшой долг. Так, немедленно проводите ее. Мы получим несколько золотых. А также у нас попросить о разводе. К сожалению, денег за развод не дают. Я понимаю щедрый дар. И династия Никодимыча известна во всех краях. Смотрите, нам только признание передалось. Все остальное полностью сбросилось. Включая и деньги. А деньги нам сейчас, как вы видите, очень сильно понадобятся. Давайте нашим старым добрым способом будем поднимать репутацию. Итак, смотрим прочность. Копье казахского народа. Доблесть плюс 3. Хазарского. Давай вот этому сейчас подарим. Артефакт. Копье хазарского народа. Оно нам будет не нужно. Копье хазарского народа. И поднимет это у нас на 5 единиц. Всего лишь поднимает. Следующий. Недолгое правление. Наступательная война. Законный сюзерин. Смирение. Смотрите, он когда если заносчивый, то они ненавидят смиренных. А видимо вот наш король имеет свойство смиренности. Да. И смотрите, минус 15 мнений сюзеринов. Ох, как нехорошо получилось. 18 процентов. 30 процентов. Давайте дальше тогда смотреть, какой еще один из артефактов нам абсолютно не нужен. Кольчужный доспех рода канунида. Потери убитыми. Доблесть. Ну, в принципе, вот этот вот не нужно. Кольчужный доспех канунидов. Давайте мы ему отдадим тогда. Артефакт. Кольчужный доспех. Это не он. Кольчужный доспех. Вот. Дарим артефакт. Становится положительное. Но мы пока слава идет о нас по всей земле. Мы пока что решили некоторые проблемы. Давайте возвращаемся на войну. Потому что мы забрали эту территорию. И нам бы лучше постоять. Либо попытаться наступать вот на эту армию. Пойдемте. Они пошли пока что вниз. Да, они начали объединяться. Ох ты, они под ногу взяли. Я приветствую вас с воителей. Каждый воитель получает плюс 20 мнений у нас. Подожди. Нужно будет с воителем тоже посмотреть, разобраться. 11. Здесь у нас очень уже сильно поистрепались наши войска. Давайте наступаем. И не факт стати. Смотрите, что мы. И победим. Вперед. Пошли. Опущение грехов. 150. Это вовремя. Спасибо вам огромное. Дальше. Фракция. Ох ты, здесь мы не понимаем. Да, мы победили, друзья. Но там пришло еще одно войско, которое будет на нас сейчас наступать. 35 процентов. То есть нам осталось всего лишь отвоевать вот эти вот несколько земель. Южную и вот эту. А они убегают. И все. И мы теоретически должны будем победить. Потому что мы проиграли только в одной войне в самом начале. Ага, они начали отвоевывать. Как же все не вовремя. Здесь 5000. Иначе и быть не может. Знамя династии с ней быстро растет. Отличие, что нам дали. Здесь престиж, признание, максимум вассалов плюс 10. Дополнительное величие двора. Иначе и быть не может. Давайте мы его попробуем сейчас надеть на наш тронный зал. Правда, для того, чтобы надеть, нам придется переключиться на другой вид. Вот, знамя династии Никодимовичей. Куда его можно будет? Вот сюда, наверное. Итак, вешаем. Все. Мы с вами вывесили. Ну и давайте решим текущие проблемы. Дурные манеры. Опять кто-то рыгает у нас на перо. Его нужно будет хорошенько проучить. Мы теряем величие двора. Потеряем 10 стресса. Подружимся с ним. Здесь мы приобретаем стресс. Ходят слухи величие двора. Давайте вот так вот. Я думаю, что это будет самое безобидное из всех проблем. Испорченный артефакт. Прискорбно, но приступайте. Утилизация металла. Копье без изысков. Оно у нас тоже портится. 21 год. Доблесть и скорость грабежа. Утилизация металлов, которые даст нам этот персонаж. Расплавил предыдущий материал. Оставив материалы, они могут пригодиться для следующих материалов. Здесь мы потеряем. Ну давайте, пусть приступает. Оно нам особо-то и не нужно. А куда они решили наступать, не совсем понятно. Пойдем по нашей территории. Сначала разгромим эти войска. Да, 45%. Наверное, отделить можно одну совсем маленькую армию. Оставить ее у города. Главное вот сейчас нам войска вот эти вот добить. Давайте заберем город Керчь. И вот южный нужно будет еще взять. Отпущение грехов. Деньги потихонечку начинают накапливаться. Это хорошо. А мы должны будем посмотреть наших наследников. Принц Федот. Ну да, выберем кого-нибудь из наших маленьких сыновей. Но выберем гораздо позже. Кстати, когда если голосуешь, и у тебя дети, там прямо написано, что все не любят детей. Взрослые вот эти вот старцы с бородами, они не любят детей. Поэтому лучше не выдвигать. Если у вас маленькие дети, лучше их никуда не выдвигать. Лучше всего разгромить вот здесь вот войско. Давай попробуем. Главное, чтобы нам на подмогу сейчас пришли. Так, а здесь мы, кажется, сливаем. Очень интересно. И, ну, вот только бы не успели. Нет, успели. Новый уровень величия нашего двора. Смотрите, нам кто-то еще на подмогу пришел. И мы вроде даже вытягиваем. Жрец в центре скандала. Осудить его за грехи мы стресс получим. Но вроде бы, если только к ним никто не подберется на помощь. Да, мы в этой войне выжили. Отпущение грехов. Давайте посмотрим. 100 еще единиц. Мы получили золото и фермерская удача. Забудьте про урожай. Такой человек должен сидеть в моем совете. Александр присоединяется к нашему двору. 25 мнений. Александр, он не земледелец. Он желает воспользоваться деньгами и приобрести у меня поместье. Он может заплатить мне звонкой моменты. Даст мне 240, а получит пахотные земли. Уровень контроля изменится. Либо мы получим стресс. Ну ладно, давай его возьмем в совет. Пригодится для чего-нибудь нам в дальнейшем. Смотрите, мы вытянули эту войну. 63%. Я приветствую вашу щедрость. Вклад в военную казну. Давайте. Немножечко у нас уменьшились проблемы. И нам сейчас нужно будет вот эту армию перехватить. Готово. Они никуда от нас не денутся. Все, последнюю армию разбиваем. Будет что-то в районе 80. Странно. Я могу тебя сделать и мэром. Поселенцы Скалибы пришли к нашему двору. Но ты оставайся. Ну пусть твои друзья уходят. Я отправлю вас к своим хозяевам. Короче, беглые крестьяне сбежали откуда-то. Вот видите, вот из этих арабских земель. И хотят к нам. Ну, конечно же, мы им не отдадим город Переславль-Залезский. Это отметается. Произойдет. Ты останься. А чем он, кстати, так хорош-то, этот странствующий? Он никто. Вообще никто. Я отправлю вас обратно к хозяевам. Все. Заодно мы тут подружились с каким-то другим 100 золотых. Все. Мы вышли на ноль, друзья. Победы у нас пока имеются. А нам нужно забрать последнюю территорию. Очень много у них вот этих вот мелких армий. Пей, дружище. Стресс начинает снижаться. Почему мы стоим? Сейчас заберем вот эту территорию. У нас будет полностью. А так как мы по победам, по военным имеем, наверное, уже 100%. 41 по территории 28. Окупированные владения. Успокойтесь. Месть мой поводыр на 10 лет. Давайте. Вот так вот. Никогда не смогли поладить. Забираем тогда этот город. Можно, кстати, ускориться. Еще потеряем немножко стресса. А почему-то нам не дает возможность ускоряться. А там у нас забирают наш северный город. И смотрите, они опять идут огромной группой. Мы даже не успеваем ничего накопить. Ха, почудилось. Ты был убийцей. Боясь мебели. Ну давай, там какой-то шут. Решил приколоться над нами. Пошли вот этих вот перехватим. Нам сейчас нужно туда-сюда ходить и накапливать войска. Хотя бы 10 тысяч. То есть 5 и 5. Потому что мы очень сильно поистрепались. Все, друзья. Наконец-то змея при дворе. Похолоним, черт побери. Он все время ходит там к нашей дочке. Ну что ж. Навязываем свои требования. Да будет так. Распускаем войска. Ух ты. Это сложная, присложная война за Крым. У нас наконец-то закончилась. И превышен предел домена. Видимо из-за новых территорий. Давайте раздавать сразу же, друзья. Даруем эти земли. Обязательно кому-нибудь из династии Никодимычей. Так. И причем настоящий Никодимец. Принц Павел. Мы его как бы отлучили. Но он не стал у нас наследником. Поэтому давай мы отдадим землю. Даже все крымские земли мы отдадим ему. Пусть правят. Он действительно заслужил. И предложить преемника мы сделаем это немножко попозже. Ну что ж, друзья. Давай посмотрим, сколько для хазарского народа. У нас здесь осталось еще титулов. Четыре нужно будет завоевать. И мы должны сначала поднакопить нашу армию. Здесь у нас 10 тысяч прибавится. Ну и здесь еще пара тысяч. Все. Ждем. Накапливаем деньги для будущей войны. И потом добьем хазарию. Давай сразу же решим, где и как мы будем делать основной удар. Ну конечно я думаю вот здесь. Вот Кавказ сейчас заберем. И вот здесь тоже Кавказ. Либо вот сюда можно попробовать наступать. Давай посмотрим. Мы не можем объявлять войну. Пока что у нас есть небольшой долг. Пусть говорят наши кулаки. На крючке подсекай. 99% что мы получим коронки. Получит ранение. Свойства ранения. Ну такое себе. Вьярву. Начнется поединок. Противником будет Вьярву. Что ребенок будет драться. Тут какие дети у нас дерутся. Ну пусть говорят наши кулаки. Вы получили 75 коронок. Получил свойства ранения. Так что все пока что в нашу пользу. Итак друзья. Разумеется там наш сынок. Один из наших сынков будет. Вы можете договориться о союзе. Можно законно заключить. Вот узников можно будет выкупить. Тем самым мы себе сделаем немножко дополнительных. Давай стойк на паузу. Так. Выкупить. За 50 золотых принимаем. И потребовать артефакт. Что ты хочешь? Это наш Никодимыч. Мраморный скипетр Джитры. Ученость, ученость и доблесть. А сколько он нас любит? На плюс 5. А знаете что? Давайте мы ему отдадим. Принимаем. И он нас будет теперь любить на 35. Потому что все равно вот этот вот скипетр нам особо не нужен. Но тут смотрите. Доблесть. Ну и правда ученость. А с ученостью у нас огромное количество их. И вы можете заключить закон на персонажа графа Кижая. На 14% он согласен. Давайте мы тогда его в тюрьму. Он там у нас провинился. И можно договориться о союзе. Война объявлена. Интересно. Давай посмотрим. Кто осмелился вякнуть на Никодима. Опущение грифов. Плюс 100 золотых. Чипа слишком много власти. Вот здесь вот маленькая территория. Но я думаю, что мы ее должны просто одним ударом сейчас выбить. У нас солдаты еще не успели оправиться. А мы сразу же идем на внутриусобные войны. Берем войска. Ага. Начинаем наступать. Тогда сюда еще и хранителей небес тоже вызываем. Враги конфессии не могут воевать друг с другом. Ясно. Ох, сейчас будет проблема. Смотрите. Они на нас наступают. А мы не успели собрать войска. Интересно. Немедленно проводите нового рыцаря. Деньги у нас пока что есть. Величие двора есть. Ну понятно. Поражение. Слишком близко мы поставили. Я не заметил вот здесь вот войска вражеские. А отступать мы куда будем? А, собрать все армии. То есть мы даже армию собрать не смогли. Давай чуть подальше тогда отставим. А потом забираем у них столицу. Да, неожиданно получилось. Но это не критично. Просто лишь продлило агонию вот этой вот республики. Ну там на 2-3 месяца. Сейчас мы с вами наберем войска и полностью их тогда убьем. Пошли давай вперед. У нас уже 15 тысяч. Мы можем доступно свойства новые открыть. Давайте выбирать. Тут либо налоги с вассалов увеличить, либо пойти в цену верности. Я пока что пойду в деньги. Потому что у нас с деньгами все ох и ах. Очень все плохо. Идут выборы. Вы можете законно заключить граф Кижаев в тюрьму. А почему-то у нас нет возможности. Детям требуются опекуны. Итак, Роман это наш старшенький. Давайте мы его отдадим императрице мать Кунява. Маменькин сыночек будет. Следующий у нас Радослав. Это вот самый старший. Отдадим его куда-нибудь к дому Никодимыча. Странно. У нас нету домов Никодимыча. Вот Никодимыча Литава. Наш придворный. Пусть она его чего-нибудь научит. Мы должны остановить какого-то там нехорошего человека. Здесь мы собрались. Мы разбили их войска. Ну все. Сейчас забираем тогда территорию. И с этим вопросом у нас будет все улажено. Сколько у нас и какие фракции сепаратистов? Что если это все правда? Богохульство. Мы получим 250. Херма теряет наш вассал. Салинис. Чепуха. Тут они говорят, что это неудача. Раз в месяц что-то желтое приносит несчастье людям. Да, это конечно полная чепуха. Но из этой чепухи нужно будет себе плюс. Какой-нибудь заиметь. А именно вот благочестие было бы очень даже неплохо. Смотрите друзья. У нас есть 5 фракций сепаратистов. Из них мощных нету ни одной. Все по нулям. Мы вроде бы их пока что как-то успокоили. Сейчас вот добьем вот это войско. Заберем себе. И у нас потребовать артефакт. Посмотрим кто это такой. Это тоже из дома Никодимыча. Одно из наших веток. Хочет он у нас с узором фигурка. Маленький бонус. Нет, вот это я точно не отдам. Это я точно не отдам. Идите отсюда. Я сделаю вид, что я даже не заметил. Письмо мне не дошло. Беременность. Это хорошо. Свойство беременности. Нам 27 лет, а ей 28 лет. То есть рожать и рожать. Сейчас мы народим себе еще кучу маленьких детей. Но мы теперь знаем секретные способы, как решить проблему с наследованием. Итак, остается друзья. Все готово. Ничего не остается. Мы побеждаем. Да будет так. Заключаем его в тюрьму. Распускаем войска. И вот теперь смотрите. У нас 24 войска у нас уже собраны. То есть так 24 будет. Мы можем их потратить сейчас на вложение каких-нибудь новых территорий. Например, Стародубское или вот Гавриловское. Дальше продвинуть. Но там нужно по 300 золотых. Так что сейчас нам придется немножечко притормозить и накапливать деньги. Хотя знаете, друзья. Я не хочу тормозить. Я хочу сразу же начать разбивать вот эти вот кавказские территории. Пока еще вот понт у нас очень ослаблен. Вы не можете объявить казус белье. Перемирие будет нарушено. Здесь мы наступать не можем. Вот этот вот понт мы можем разгромить, если захотим. А вот этот бахерит очень-очень мощный. Давайте я вам покажу, друзья. Если мы объявим войну, у него 26, у нас 19. Мы просто сразу же сольем. Плюс у него 3 союзника. И я посмотрел, все эти 3 союзника очень мощные войска имеют. Так что нас тут снесут буквально за 2-3 удара. Если мы Крым еле-еле завоевали, то вот этот бахерият мы буквально в первом же бою сразу же сольемся. Ну или будем применять какую-нибудь хитрость. Но это не главное. Главное сейчас подождать, когда закончится перемирие. Какого числа? Здесь не написано. Скорее всего, написано у нас. Вот у нас перемирие до 92 года. 3 года нам нужно будет подождать. Но вполне возможно, что наши вот советники что-нибудь обязательно придумают. Смотрите, опять религию можно будет распространить. Здесь мы все теперь сделали в Уканусска. Последнее Тенгрианство. И по сути все, друзья. Вся наша Великая Россия будет верить в Ука. Великого Ука. Так, давайте мы Суздаль немножко прокачаем. Посмотрим, что с ним не так. Ежемесячный прирост 0. Базовое значение плюс 1. Неэффективная администрация. Да, это просто событие какое-то произошло. Само собой. И, ну, просто рандом такой выпал. Нам не повезло. Но у нас государство стало уже, смотрите, каким приятным и красивым. Отпущение грехов плюс 100 золотых. А вы знаете, друзья, вот с такими деньгами уже можем начать и продолжать воевать. Так как на Кавказе мы воевать не можем, я давным-давно хочу забрать вот этот вот кусок, чтобы соединить всю территорию России. Давай попробуем. Может быть он не такой уж и сильный, как я думаю. А он вообще 4000. Так, здесь за графство это мелко, за герцогство. Вот, как раз это то, что нам нужно 200. Почему-то очень большие цены стали, друзья. Будем сейчас опять тактикой быстрого удара. Убивать. Раз, два, три. Три, да, три города. Нам сейчас нужно будет победить. Итак, выкупить. За 20. Ну, давайте его они хотят. Он, наверное, больше не будет против нас никаких решений делать во фракциях. Так что все будет нормально. Так, поэтическая дружба. Я выставлю поэму на всеобщее обозрение. Он получит мнение. Мы потеряем деньги. Сразу отметается. Дальше, друг мой, вы получаете раздор и злоба. Что это нам дает? Престиж и снижение тирании. Нам оно не нужно. Мы получим коронки. Раздор и злоба артефакт теряет мнение о нас. А также мы получим вот благочестие еще лучше. Раздор и злоба уничтожено. Великая книга теряет о нас мнение. Это лишнее. Такой похвалы заслуживает лишь Ука. Решим так. Ну что ж, ускоряемся, друзья. Чудесная идея. Пурыша дан. Царица получает мнение о ребенке. Что в имени тебе моем? А, мы родили еще одного ребенка, что ли? Четвертого мальчика? Да, и это тоже у нас будет Пурыша. Пурыша второй, Пурыша третий. Тоже Геракл. Смотрите, миловидный, красавчик. Красавчик. А у нас вроде бы он единственный миловидный. Да, здесь просто Геракл. Здесь у нас умный, понятливый Геракл. А здесь тоже умный, но он уже болезненный. Ну, кстати, он может выздороветь. Но так как он самый взрослый, я его сразу тогда исключаю. Что ж, друзья. Давайте тогда все-таки принц Федор не получил дополнительных свойств. Поэтому мы его точно пропускаем. Выбираем между вот 8 лет и 0 лет. Все, я решил, что у нас будет Пурыша Пурышевич. Вот этого парня мы будем выдвигать в следующие наследники. Пусть он немножечко подрастет. Сразу выбираем его фокус жизни обучения. Выбираем. Сразу у него, смотрите, как все прибавилось. И он, когда подрастет, мы его выдвинем в совет. А тем временем у нас и наследование там уже, наверное, поменялось. Смотрите, тут еще новые какие-то у нас пришли. Нам нужно Хазарию завоевывать. Как только сможем накопить там денег. И как только у нас будет время. А пока что разделяем наши войска. Берем армию на завоевание вот этого города по 10 тысяч. Я пока не вижу почему-то вражеские войска. А вот почему. Потому что Норвегия у нас находится на севере. Нам нужно будет туда, наверное, плыть. Или мы просто будем удерживать всю эту территорию. И решиться без проблем. Смотрим. 13 месяцев в год. Здесь через 4 месяца. Вон кто-то плывет. 4 тысячи. Ну, это без проблем. Мы сейчас вот этими 9-ю. Давайте сразу же туда наступаем. Потому что стоять здесь просто бессмысленно. Сначала громим 4 тысячи. Только бы успеть. А потом громим еще и тысячу. Злодеяние. Меня всегда раздражали болтливость. Столь часто проявляет VR-ву. Но в последнее время это стало донимать еще больше обычного. Я хочу отплатить ей за такое поведение. Но каким образом? Распространить позорищие слухи, от которых ей придется отмываться. 45% что никто не поверит. Либо породят домыслы. Здесь у нас 50% люди считают, что поэма скверно написана. И свидетельствует о дурном вкусе. А ты кто вообще? Из дома Вальдемаров. Высказите ей все лицо. Она отреагирует на наш выговор. Но давайте лучше всего всегда разговаривать с глазу на глаз. Зачем нам поднимать эту тему на всеобщее обозрение? Пусть она сама решит. Мне ясно, что она слабая. Потеряна Варнаву. Это не мы потеряли, это она потеряла. Великолепно, друзья. То есть нужно просто высказываться прямо в лицо о всех проблемах. Они начали почему-то отступать. Сразу поняли, что мы их должны будем сейчас убить. А можем ли мы вот здесь это догнать? Если только они не объединятся. Да даже если объединятся, мы их спокойно убьем. Потому что на наших землях... А я забыл армию 33-19. А эта армия у нас сколько? А эта армия 36. Вообще хорошо. Остается 19 дней. И мы, разгромив армию, сейчас 15 получим, я так предполагаю. 30. Отлично. И здесь сейчас, наверное, 100. Я так думаю, будет. Хотя один город вряд ли. Один город очень вряд ли. Давайте забираем нашу армию. Уходим на нашу территорию. 36 процентов. Как-то совсем уж мало. Забираем еще и вот этот город. А здесь мы будем просто стоять, накапливать себе армию. Вдруг, если об нас кто-нибудь опять ударится. У них есть какие-нибудь союзники? Да, у них вот такие вот непонятные козлы белые. Нужно будет внимательно следить, когда к нам подойдут они. Для того, чтобы их разбить. Ты кто такой? Это за пределами нашей территории. Здесь остается 5 месяцев. А с этой армией... Я заметил такую особенность. Напишите в комментариях, так ли это. Когда мы ходим по территориям, у нас гораздо быстрее прибавляется количество людей. Количество ополчения. Я думаю, что это как-то связано с тем, что просто в разных регионах разные достатки. Вот видите, тут максимум припасов. У нас их не хватает. И когда мы переходим с места на место, мы просто меняем место, где мы берем припасы. Об отпущении грехов плюс 100. Мы опять в плюс с вами уходим. Что у нас там? Давай посмотрим с фракциями. Пока все молчат, но уже прям совсем-совсем близко. Немедленно проводите за 50 золотых. Примите его дары. Новый уровень величия нашего двора через 3 месяца. Если что, мы здесь поднакопили некоторое количество солдат. Вот, опять они пошли. Дураков много. Зрелищно мы потеряли стресс. Ну давай побыстрее. Сколько? 48 дней. Нам нужно перехватить вражескую армию до того, как они что-то сделают нехорошее. Готово. Первых перехватили. А вторые хитро, как решили обойти. Чтобы не вступать с нами в бой, они решили вот эту вот территорию отвоевать. А мы сразу же пойдем тогда и навстречу. Итого 70%. Сейчас разобьем армию и завоюем город. И будет у нас 100%. Готово. Пока все победы. Предложить преемника. Давай сейчас посмотрим точно, кто у нас здесь есть. Принц Пурыша. Ну, я думаю, что если мы проголосуем, а я пока не хочу голосовать принципиально, за него голосовать никто не будет, друзья. Он слишком маленький пока что. Пусть подрастет лет до 10, чтобы быть настоящим королем. И мы наберем еще силу. И тогда за него все вступятся. А пока посмотрим, у нас есть новый артефакт, который мы можем применить. Во-первых, здесь у нас об отпущении грехов 100 золотых, это вовремя. И новое копье какое-то нам дали. Новый топор. Потери убитыми, доблесть нет. Давайте лучше вот рыцарей. В данный момент это наиболее предпочтительно. А по венцам у нас всего лишь один венец. Нам бы запасной какой-нибудь выкопать. И как раз у нас уже будет скоро 93-й год, чтобы победить и завоевать всю Хазарию для разделения территории. Смотрите, почему-то мы Норвегию, считается, не завоевали. Давай попробуем вот здесь вот разгромим. Потребовать артефакт. Ты кто такой? Это Гродненский. Он, кстати, у нас... Нет, он почему-то не могущественный вассал. А раньше Гродненские были могущественные вассалов. С узором псоглав. Ученость маленький. Нет, вот это я точно не отдам. Давайте не обращаем внимания и осудить его за грехи мы получим стресс, благочестие. Я пока что набираю просто благочестие, потому что нам оно точно пригодится для дальнейших наших реформ. А пока идем в наш совет. Опять у нас Уконуска. А все, нам развивать больше нечего. Только вот в Крыму непонятная религия. Здесь у нас апостольское христианство. Давайте прямо начнем. Через 16 месяцев все вопросы будут решены. И Уконуска придет в том числе и в Крым. А мы бьемся. Потребовать артефакт. Победа. 86%. Знаете, нам в принципе никуда ходить не надо. Нам просто нужно будет сейчас вот на этой территории стоять. И ждать, когда прибудут следующие корабли. А пока доступно достоинство. Летописцы, правители, республиканцы. Нет, мы пойдем вот сюда. Для того, чтобы иметь мнение всех вассалов. А мнение о сюзерине. Здесь вот прямые вассалы. А здесь влиятельные вассалы и советники. Это будет нам на руку. Чтобы у нас не было никаких восстаний, мы решим проблему на корню. Нам всего лишь 29 лет. А нас уже все любят, получается. Смотри, они там решили куда-то наступать на город. Тысячу всего прислали. 88. Слава нас идет по всей земле. Ну все. Сейчас будет 100%. 195. А что же тут еще где-то, видимо, войска. Можно попытаться одним из этих войск завоевать какой-нибудь вот так город. И тогда будет 100%. Они даже не успеют доплыть. Потому что у нас тикает практически каждые 5-6 секунд. У нас прибавляется по единице. А вот эти войска у нас будут ходить и ждать набега на наши земли. Все, друзья. 100%. Нажимаем на паузу. И принимаем победу над Норвегией, которая была в Европе. Навязываем требования. Распускаем, наконец-то, наши войска. У нас долг 400 золотых. Это много. Но зато смотрите, как у нас стала красивая Великая Балтийская империя. Кавказ. Может быть, мы уже можем... Нет, пока что не можем. Плюс у нас долг нужно будет решить. Все, давайте успокоимся, друзья. Обратите внимание, было 21, стало 20 почти 6. Это потому, что вот здесь вот территории очень богатые. Смотри, как можно посмотреть. Например, тип местности. Там, где вот такие красные, это самые-самые богатые территории. То есть, вот эту можно будет захватить. Вот у нас Киевская земля невероятно много дает нам денег. Ну и все. Больше красных территорий у нас вот только вот здесь вот в Дании можно будет взять. Кстати, это хорошая идея. Давайте посмотрим, что это за территория и кому она принадлежит Познани. Это, наверное, Польша. Да, это Поляне. Но с ними воевать я пока что не планирую. К тому же, а мы и не можем пока объявить войну. Но в дальнейшем я, конечно же, сюда ударю. Все, давайте, друзья, успокаиваться. Решаем внутренние вопросы. Растим наших сыновей. Вот главное, вот этого вот маленького пурыша. Для того, чтобы заменить вот этих великих князей на престол и наследование. Я даже, знаете, как думаю? Можно его просто-напросто отлучить от наследства, так как мы король. И тогда подвинется наш сын вперед. Скорее всего так. По имперским титулам, если посмотреть, то наш сын даже не в очереди наследования. Потому что здесь идет... А давайте посмотрим окно выбора. Кто за кого голосует. Выборщики. Все вот за этого раз, два, четыре голоса, два голоса. Это шесть голосов вот за него, за Гродненского. И восемь голосов. Да, вот с этим будет побороться сложно. Я бы даже сказал, наверное, невозможно. Тут тоже восемь голосов. Может быть, они потом сменят свое мнение и выберут моего младшего сына? Пока что у нас есть время для принятия решения. Сходим, посмотрим, как дела у нас при дворе. Там что-то нужно будет решить. Воитель, который не знает себе равных. Это кто-то, наверное, из крестьян. Заберите у них боевые мечи. Он не знает себе равных. Получит. Мы поднимем величие двора. Мнение о нас поднимется. И стали соперниками. Но это не мы. Это какой-то Борис Никодимович. А, это наш брат. Я усмирю вас обоих. Здесь мы получим сорок стресса. Здесь тоже сорок стресса. Давайте, это нам не подходит. Здесь битва выиграна. Мы поднимем величие двора на шесть. Они все получают мнение. Либо первый. Ну, давайте попробуем первое. Мы поднимаем уровень величия нашего двора. И они получили. Борис Никодимович был убит персонажем Арте. А вот это было неожиданно. Ваш брат Борис. И непонятный воитель. А если Бориса мы убили, тогда его территории, наверное, освободятся. Но я не вижу, что ни одна территория не освободилась. Устроить прием. Пойдемте посмотрим, какие там проблемы у нас текущие. Их родина Башкирия пусть убираются отсюда. Мой вассал Куб Рат ждет своей очереди. Мой господин Башкир и кочевники вдоль наших границ подходят. Графство влечет их куда больше, чем Башкирия. Боюсь, что если не заставить их убраться, скоро графство будет ими просто кишить. Ты преувеличиваешь. Все плохо. Далее. Мы потеряем. Нет, конечно же. Ну, у нас выбора нет. У нас выбора нет. Только такое. К трону подходит явный простолюдин. Мой господин начинает он, помните, такое местечко, как Владимир. Изучение человеческого рода. Да, кто-то опять наш придворный врач выкапывает могилки. Давайте сделаем вид, что прекращаю, но она все равно будет продолжать свои опыты. Мой господин, говорит, управляющий великий князь Тюштя. Я предлагаю генеральное межевание всех раз. Не к добру. Это, наверное, 500 золотых будет стоить. Я прям как угадал. Ну, дело в том, что такие у нас уже встречались. И они все минимум по 500 золотых. Он начинает работу, либо польза карт преувеличена. Но не можем, согласитесь, мы сейчас уйти в долг, в огромный. Даже несмотря на то, что у нас по четверти сотни денег прибавляется. Все. Главное, что мы вопрос при дворе все с вами утрясли. Мои дела здесь все закончены. Идем. 8 доменов у нас. Давай посмотрим. Здесь, я думаю, все-таки отдадим. Возьмем себе домены, какие нам будут выгодные. А пока что принц-светополк. Вот, давай, российская земля раз. И российская земля два. Все. Пусть он здесь правит. Нормально. Они там сами вот рисутся. Теперь у нас задача только лишь одна. Каким-то образом, вот, например, через узников, накопить себе достаточное количество денег? 30, 80. Хорошо. Здесь долг будет 300. Далее идут выборы. Вы можете законно заключить персонажа мэра Владимира в тюрьму. 16. Ну, сейчас будет повстание, скорее всего. Но мы подавим там всего один. Можно договориться о союзах. Давай посмотрим. Мордвинский. Очень мощный. Очень хороший. Да. С ним, конечно же. И святополк. Тоже договоримся о союзе. Это тоже хорошо. Можно создать тютелы. Предательство. Владимир успел сбежать среди крестьян. Вы в долгах. Принц. Великолепные новости. Это присоединились к нам в союзе. Идем, друзья. Заключен союз. Банкротство. Моя казна почти пустая. И мне нужно будет что-то решить. Проштудировать книги мы получим 250 золотых. Но. А стресс, может быть, и не получится. Тут. Давай попробуем вот это. Дальше. Мы получим просто деньги. Получат слабое влияние на нас. Либо мы потратим не хочу. А здесь просто стресс. Но здесь мало. Давайте рискнем. И. Ну, кто бы сомневался. Я даже на секунду не сомневался, когда нажимал, что у нас все будет плохо. Ты боишься встретиться лицом к лицу? Давай вот сюда вот сделаем. И бой один на один. Варняву. Знаете что, друзья? Я думаю, что мы с вами 10. А она 16. Интересно. Женщины получше вас погибали в попытках моей защиты. Главное атаковать. Атаковать мощно. К бою. Очень значительное увеличение шансов. Россия не знает. Это из-за того, что у нас есть основа фехтования. Клинка быстрее, чем мой. Ну, давай попробуем. Раз. Я беру на перевес оружие. Среднее, небольшое. Получить ранение. Удар. Среднее. Получить ранение. И здесь у нас будет стресс. Ну, давай вот так вот попробуем. Она, скорее всего, у нас сейчас все равно победит. У нас опять не знает клинка. Произошло. Ворнявое увеличение шансов. Небольшое получить. Давай попробуем. Так, хорошо. И последнее. Я кричу. Бери на перевес свое оружие. Средний шанс на победу. Небольшой шанс получить ранение. Если мы выберем это, то небольшое шанс. Нет увеличения шансов получить ранение. Мы теряем три стресса из-за усердия. Она значительно увеличивает. Это нам тоже не подходит. Значительно, значительно, значительно. Значительно. Ну, давай вот так вот попробуем. Мы победили. Вот это было удивительно. Конечно, победа за мной. Пусть это будет тебе уроком. Мы потеряем восемь стресса. Либо мы получим коронки. Ну, давайте. Знамя дома Никодимыча. Станем владельцем артефакта. Вот сюда пойдем. Можно будет создать титулы. При условии, если у нас будут деньги. И мы, к сожалению, не можем собрать деньги с вассалов, потому что мы с вами не сделали перк. А вот у нас есть потребовать платы за влияние. То есть, пока что влияние у нас не такое уж и большое. Ладно, ждем. Сейчас вылазим из огромного минуса и решаем свои текущие проблемы. Пока что нам нечем заниматься. При монаршем дворе можно будет повесить что-то еще на стенку. Это гобелен, а здесь у нас герб почему-то не висит. Давай тогда знамя династии Никодимыча вывешиваем вот сюда. И последнее знамя династии Никодимыча вывешиваем сюда. Все, развесили все свои регалии. Подняли уровень величия нашего двора. Хорошо. Пять единиц у нас доступно. Так что не будет никаких отрицательных минусов. Помните, всю прошлую серию у нас вот здесь вот красный огонек горел. Что и нас, кстати, недолюбливал вот этот вот вассал. Он говорил о том, что у вас слишком маленькое величие двора. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, куда мы можем распространить у Конусска еще кузаризм. Надо убивать его на корню. Далее пошли усилить развитие в графстве. Здесь у нас по три года, по четыре года. Пойдем, наверное, с Владимира начнем. Шесть лет. О, 38 дней. То есть здесь очень быстро у нас все развивается. А здесь уже стоит развитие. Причем развитие и контроль над графством. Можно... Давайте культуру распространим. Посмотрим, как тут Никодимычи у нас завоевывают все. Я, наверное, вот пойду на русские земли. Четыре года. Здесь по четыре года. Здесь по десять лет. Тоже по десять. Здесь тоже везде по четырнадцать даже лет. Здесь по десять лет. Ну что ж, давайте пока в русские земли пойдем. Потому что мы близки и распространяем культуру. И так потихонечку сначала Россию отвоюем. А потом и в пермские земли уходим. Главное, чтобы дети у нас росли как можно быстрее. Два годика. И здесь отпущение грехов. Плюс сто золотых. Все, минус остался. Вот. Смотрите, друзья. Давайте на паузе даже. Наш новый наследник-игрок. Брат-великий князь Квиле-Мордвинский. Это тот самый, который должен был при старом короле, который у нас умер, он должен был быть наследником. Значит, тот, кто был впереди, у нас умер. Поэтому я говорю, давайте не торопиться. Они все равно все подохнут к тому времени, когда дети наши вырастут. И, может быть, там вообще непонятно, что случится. Мы их, в конце концов, голосованием или еще чем-нибудь решим в дальнейшем, как на них надавить. А пока мы не можем с ним ничего сделать, нам нужно будет вот хазарские земли отвоевывать. И здесь нужно будет подождать еще буквально каких-то два года и начнем войну на Кавказе. Но все это мы увидим уже, друзья, в следующей серии. А на сегодня все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию, в которой мы, надеюсь, дожмем Хазарию. Пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok